Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Самоизоляцию для пенсионеров продлили. В Самарской области обсудили меры по противодействию распространения коронавируса. В Новый год с новыми жилищными условиями. Более 160 детей-сирот в Самаре получат ключи от своих квартир. Вернулись после ремонтного отпуска. В Самаре 1 января на линию дополнительно выйдут 6 вагонов метро. В Самарской области зарегистрировали 296 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в регионе 26 515. Такие данные во вторник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 286 человека. Всего с начала пандемии из больницы выписались 24 330 пациентов. Тем временем в регионе продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет до 17 января следующего года. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Его провел губернатор Дмитрий Азаров. Подробнее о новых мерах безопасности расскажем в следующем сюжете. Заболеваемость COVID-19 в Самарской области увеличивается ежесуточно. Рост показателей фиксируют во всех возрастных группах. За неделю на 7% выросло число заболевших коронавирусной инфекцией среди старшего поколения. В связи с этим на заседании областного оперштаба по борьбе с COVID-19 приняли решение продлить самоизоляцию для жителей старше 65 лет до 17 января следующего года. Непростой вопрос с блокировкой транспортных карт пенсионеров решили проработать дополнительно. Хочу здесь все понимать. Мы с одной стороны в постановлении пишем, что люди из 65 плюс возраста могут выходить в магазины. Тут, правда, формулировку я бы поправил для приобретения товара все-таки первой необходимости, на мой взгляд. Зачастую магазин находится полтора-два квартала, на расстоянии одной-двух остановок. Как будем решать вопрос? Сегодня в Самарской области проживают более 520 тысяч граждан старше 65 лет. Социальные карты с транспортным приложением имеют более 370 тысяч жителей региона. Ежемесячно активируют социальные карты от 150 до 170 тысяч человек. Из этого числа старше 65 лет активируют карты ежемесячно 70, 75, 80 тысяч человек. И с Министерством транспорта отработана возможность, как заблокировать эти карты. И в том случае, если люди уже успели денежные средства положить на карту, есть возможность сохранить их за данными гражданами. Председатели общественных организаций ветеранов и пенсионеров поддержали меру с блокировкой транспортных карт. Но напомнили, что граждане старшего возраста, одни из самых дисциплинированных, они неукоснительно соблюдают правила безопасности и самоизоляцию. Кроме того, им помогают волонтеры. Глава региона Дмитрий Азаров поручил отложить пока блокировку социальных карт. Коллеги, вот у нас есть возможность с вами позвонить каждому ветерану, кто сегодня активирует карточку и находится в этом возрасте, 65+. Сделать в течение недели это возможно. Я бы предложил все-таки, прежде чем принять это решение, очень непростое, и давайте честно говорить, для многих людей просто обидные даже, они просто нас не поймут. Они скажут, слушайте, мы соблюдаем, может быть, лучше всех, но я теперь остановку не могу проехать до магазина за молоком. Дмитрий Азаров поручил до пятницы представить решение, основанное на мнениях жителей губернии старше 65 лет, а также призвал объединить усилия волонтеров, министерств, муниципалитетов, общественников, включая старших по домам и советы микрорайонов, чтобы обеспечить пожилым гражданам комфортные условия и поддержку. Возможно, тогда и не придется идти на крайние меры ужесточения режима. Кроме того, горячее питание и продуктовые наборы для медработников, которыми их обеспечивали волонтеры, губернатор рекомендовал сделать обязательной нормой в Самарской области. До 17 января сохранится запрет нахождения несовершеннолетних в торговых центрах без родителей или законных представителей. А вот действующий режим обучения для школьников продлится до 29 декабря, а затем они уйдут на каникулы. Решение об организации обучения в третьей четверти будет принято после каникул с учетом развития эпид-ситуации. Светлана Кудрявцева, События. 164 самарца из категории детей-сирот до конца года отметят новоселье. А по Самарской области сиротам будут предоставлено 518 квартир. Всего же в очереди на получение жилья в несколько раз больше выпускников детских домов и интернатов. Такая ситуация сложилась из-за того, что законодатели расширили перечень получателей. Когда государство сможет обеспечить всех и есть ли проблемы с выполнением программы этого года? Об этом речь шла на совещании, которое в формате видеоконференции провел губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона потребовал более слаженной работы, чтобы вручать ключи от квартир не в конце года, а как минимум до 1 октября. Тему продолжит Олег Зверев. Мой дом, моя крепость. Так сегодня говорят о своих квартирах выпускники детских домов и интернатов. По закону им положено собственное жилье уже по достижению 18-летия. Новый год для них еще и время новосельей. Как идет исполнение программы в Самарской области, стало темой совещания, который в формате видеоконференции провел губернатор Дмитрий Азаров. Законодательные изменения существенно увеличили список претендентов на новые квартиры. В основном и о ней пополнили очередь. Главный вопрос, в какие сроки можно ликвидировать очередность? Мы с вами не раз встречались с ребятами, которые уже получили это жилье. И видим, что, конечно, это колоссальный импульс развития в судьбе человека. Коллеги, по итогам 2019 года Самарская область находилась на втором месте в Приворском федеральном округе по количеству приобретенных квартир для лиц из числа детей-сирот. В этом году у нас запланировано было приобретение 518 квартир. По закону теперь жилье положено в том числе и детям, чьи квартиры занимают родители, лишенные родительских прав, и родственники с хроническими болезнями. Кроме того, раньше из детского дома или общежития человек мог уйти в принадлежащую ему квартиру в аварийном доме. Теперь нет. Он тоже должен получить новую квартиру. В Самарской области очередников расселяют в плановом порядке. На 1 декабря 5 311 детей-сирот и лиц из их числа, которые включены в список подлежащих обеспечению жильем. То есть здесь возраст и до 18 лет, от 14 до 18 и далее. Из них 2698 – это те граждане, которые достигли 18 лет и получили право уже на обеспечение жильем. Главная задача на сегодня – своевременно выполнить плановые заселения этого года. Опасений срыва нет. Об этом муниципальные власти доложили главе региона. В областном центре, как и было запланировано, для сирот приобрели 164 квартиры. На это из региональной казны было выделено 265 миллионов рублей. 45 миллионов добавили из городского бюджета. На сегодняшний день все 164 квартиры приобретены, оплачены, комиссионно приняты. В 121 квартиру уже зарегистрирована муниципальная собственность и 43 квартиры у нас сейчас находятся в Росреестре на регистрацию. В ближайшие дни получим документы. 36 детей уже въехали в свои квартиры, трое въезжают завтра и один возвращается из армии 20 числа. По всем остальным будет плановое вручение ключей. Обеспечение жильем сирот продолжится и в 2021 году. Несмотря на экономические сложности, в проекте областного бюджета предусмотрено 708 миллионов рублей, что позволит приобрести 520 жилых помещений. Вопрос, насколько строители справятся с поставленной задачей. Предложение от Минстроя на будущее заключать долгосрочные контракты. Губернатор же выступил с более жестким заявлением. Начиная со следующего года, муниципальные власти не должны тянуть до последнего, а выдать ключи сиротам до 1 октября. Вот задача по обеспечению жильем на текущий год должна быть решена, Марина Юрьевна, не позднее 1 октября. Вот даю еще здесь сентябрь дополнительно, 10 месяцев, но не более. Олег Зверев, События. Самара засверкает праздничными огнями. В городе завершаются работы по украшению улиц и парков к Новому году, до которого осталось, кстати, всего 16 дней. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной, вся иллюминация в ближайшие дни заработает в полном объеме. Подробнее расскажет Елена Малютина. Световые фонтаны, подвески, гирлянды на стволах деревьев. Все эти украшения создают праздничное настроение во всех районах города. Вся иллюминация уже подключена к системе городского освещения. И после тестовых включений уже сегодня вечером парки, скверы, улицы города и набережная засияют яркими новогодними огнями. Поручение, которое было головой, чтобы мы с 15 декабря вошли в штатном режиме. Сегодня практически все в штатном режиме. Полная готовность зеленхоза, полная готовность парков, полная готовность у нас набережной. И сегодня доделывает три объекта горсвета, и сегодня в ночь вся иллюминация будет работать в штатном режиме. В этом году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией новогодние массовые гуляния на территории Самары проводить не планируется. Вместе с тем общественные места оформляются для создания праздничной атмосферы. В городе залили более 120 бесплатных катков. На площади Куйбышева уже установлен елочный комплекс, формируются фотозоны и площадки. Так, усадьба Самарского Деда Мороза в этом году рассредоточена на пяти отдельных локациях. Изба Деда Мороза, волшебный дуб, чудо-печка, избушка Бабы Яги, ледяное царство. Самарцы уже успели оценить лед. Ну как вот, глядя на эту красоту, не думать о празднике. Елки наряжены. Взрослым-то тяжело сидеть дома, а говорить о детях-то им необходим свежий воздух. А каток – это зимнее наше счастье. Вот, конечно, здорово. Присутствовал неделю назад, как только включили елочку на площади Куйбышева, живем здесь рядом, ходим на каток с детьми. Естественно, благодаря всему этому настроение поднимается, повышается не только у взрослых, но и у детей. Основной принцип работы новогодних площадок в этом году – создание условий для активного отдыха на свежем воздухе, комфортных прогулок всей семьей. Елена Малютина, Сергей Баскин, Николай Сидоров. События. Елочка гори. На площади Куйбышева сотнями огней озарилась главная елка Самары. Как можно провести предстоящие новогодние каникулы в областной столице, узнали наши корреспонденты. Праздник к нам приходит, но не сам. За тысячами ярких огней и красочными елками стоит труд сотен людей. Сергей Назаров – один из них. Он мастер по ледяным скульптурам. Вот уже 20 лет мужчина занимается сказкой, как сам называет свою работу. На создание одной, например, вот такой фигуры медведя уходит 15 блоков льда. Их соединяют между собой и выпиливают форму, а потом вручную, легкими штрихами доводят до ума. На эти работы уходит один день. Это что-то такое волшебство, можно сказать. То есть мы из воды, из твердой воды выпиливаем скульптуры. Сейчас вокруг ледяных фигур еще нет ажиотажа. Но еще немного времени, и они разукрасят социальные сети самарцев и гостей города. Массовые новогодние гуляния в этом году отменены из-за эпид-обстановки. Но времени скучать у самарцев точно не будет. Праздник для глаз, а значит и души, обеспечат разноплановые фотолокации. И активный зимний отдых. Горка и два традиционных катка. На площади Куйбышева, равно как и на других городских общественных территориях, будут созданы условия для отдыха и прогулок на свежем воздухе, для занятия физической культурой и спортом. На площади находятся два наших катка. Каток для наших хоккеистов, любителей фигурного катания. Горка, на которой можно будет тоже привести время. И достаточное количество разнообразных тематических локаций. Световые объекты, арт-объекты, посвященные разным темам. Конечно, и новогодним, и наступающим ярким событиям года грядущего. Все, что будет здесь происходить, все условия и порядок организации работы, согласованы с Роспотребнадзором. Одна из новинок этого года уже установлена на площади Куйбышева. Даже две. Смешарики, две большие, светящиеся фигуры любимых мультяшных персонажей встречают гостей на подходе к главной городской елке. Герои не обычные, а интерактивные с помощью специального QR-кода. На экране смартфона появляется знакомый персонаж. О, елки, елки! Тысяча огней зажглось и на главной елке региона. Здесь стоит управляемая гирлянда. Пиксель каждой гирлянды, то есть шарик, он управляется отдельно. Здесь около 15 тысяч шариков во всем комплексе. Около 200 блоков питания все это питает. Управляется все удаленно. Можно с любой точки шара земного управлять. А вы откуда управляете? Мы управляем обычно с территории ДДМ. В новогодние каникулы, как и в прошлом году, для самарцев подготовили лазерное шоу. Тем в 2021 году несколько. Одну посвятят юбилею первого полета человека в космос, а вторая коснется 170-летнего юбилея Самарской губернии. К этому Новому году подготовлено 6 футажей. 4 просто украшающих елку и где-то 2. Это тематические футажи. Все старые футажи, которые мы рисовали, они до сих пор актуальны. Они запускаются в зависимости от праздника. Ну, то есть новогодние футажи, они идут в Новый год, перед Новым годом работают. А вот есть рождественский футаж, который работает только на Рождество. И все, я думаю, в 20-х числах все запустится, вы все увидите. Уже сейчас самарцы радуются предстоящим праздникам. Приехал, посмотрел, очень сильно зарядился. В плане того, что тут так все красочное, яркое. И потом посмотрел, как у нас еще тоже сделали. Настроение просто бум, как бахнуло. Прям вообще очень понравилось. Все. Мне нравится. Я каждый год езжу смотреть. Ну, я вообще из Новоковыжска. И каждый год я езжу смотреть на, особенно вечернюю, вот эту иллюминацию самарскую. Мне всегда очень нравится. Это очень красиво. И прям поднимает настроение новогоднее. Самара преображается с каждым днем. Специальные тематические фотозоны уже появились во всех уголках города. Мария Левина, Сергей Кизоркин, Константин Головин, Максим Гусев. События. Цены на сахар и подсолнечное масло в России заморозят до марта следующего года. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. В Самарской области уже принимаются меры по снижению цен на продукты. Подробнее об этом расскажем в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте. В эфире «Новости экономики». Расскажу о них я, Лариса Шалафаст. Цены на нефть сегодня удерживаются на отметке выше 50 долларов. За баррель марки «Брент» дают 50 долларов 40 центов. Валюта дорожает. На 16 декабря Центробанк установил курс доллара на отметке 73 рубля 44 копейки. Евро – 89 рублей 18 копеек. Цены на сахар и подсолнечное масло в России заморозят до марта следующего года. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. До 20 декабря власти должны заключить с производителями соглашения. Они помогут снизить и поддержать на определенном уровне цены на самые востребованные товары. Следить за тем, как исполняются договоренности, будет Федеральная налоговая служба. А в Самарской области уже принимаются меры по снижению цен. Повлиять на ситуацию планируют через ярмарочную торговлю. Власти ведут переговоры с руководителями торговых центров об увеличении числа предновогодних уличных ярмарок под брендом «Самарский продукт» и сделано в Самарской области. Планируется, что крупные торговые центры предоставят порядка 180 таких торговых мест. В ближайшее время Минсельхоз области должен провести переговоры с фермерами, чтобы они поучаствовали в ярмарках и реализовали продукцию напрямую с минимальной наценкой. Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год. 22% опрошенных планируют путешествия. В топ наиболее популярных внутренних направлений вошли Москва, Санкт-Петербург и города Золотого кольца. При этом почти половина поедет на автомобилях. На поезде отправится 26%, 18% на самолете. На этом сегодня все. Удачи в делах! В Самару прибыли шесть вагонов в метро после капитального ремонта. Это фактически новый состав. Полный апгрейд вагоны прошли в Санкт-Петербурге. Встречала поезд Мария Левина. Яркие, слегка покрытые инием, обновленные вагоны прибыли в пункт назначения Самару. Их уже успели обкатать. Внешне состав украшен знаковой для города с символикой. На стенах изображен монумент ладьи. Голубой вагон бежит, качается. Их целых шесть. Они преодолели расстояние почти в 2000 километров прямо из Санкт-Петербурга после капитального ремонта. Это фактически новый состав. Он изменился как внутри, так и снаружи. Этим вагонам уже стукнуло 30. Еще через 5 лет их нужно было бы списывать. Но решили сделать полный апгрейд и тем самым продлили срок службы еще на 15 лет. Салоны полностью обновили, установили новые кресла, сделали обшивку противопожарным материалом. Предусмотрели места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Остаться незамеченными не получится. В новых вагонах установлена система видеонаблюдения. Между вагонами появились так называемые предохранительные площадки, чтобы предотвратить падение пассажиров на рельсы. Была заменена 100% проводка, было заменено все оборудование с истекшим сроком службы. Кроме того, внутрисалонное оборудование потерпело тоже ряд изменений. Здесь установлен абсолютно новый салон, включая кресло, обшивку салона, все соответствующее интерьеру и противопожарным материалом выполнены все работы. В парке Самарского метрополитена 50 вагонов с учетом вновь прибывших. Напомним, что этой весной организация закупила новый состав, который пригнали из Москвы. Поезда на самарских станциях курсируют каждые 10 минут. Время в пути от одного конца города до другого составляет меньше 30 минут. Самарцы называют метро самым удобным транспортом. Быстрее ездят хоть. Раз в раз на московскую уезжают, а там уже на что попало. В новом приятнике, конечно. Ну, раз в три ездят. Удобно. Толкучки едут. Думаю, раз в два, наверное, точно быстрее. Это наиболее, так скажем, быстрый, наиболее экологичный вид транспорта. И, в принципе, людям комфортно им пользоваться в любое время года. Так как зимой там тепло, а летом там прохладно. Ну и, соответственно, скорость сообщения. Новые вагоны метро самарцы смогут оценить уже ближе к наступающему году. Вместе с тем принимаются все меры, чтобы в сложный период пандемии коронавируса обеспечить работу метро в штатном режиме. Чтобы поездки были комфортными и безопасными, дважды в сутки проводится санобработка подвижного состава. И каждые два часа дезинфекция поверхностей на станциях. Для минимизации контактов с персоналом запущена система безкассового обслуживания пассажиров. Мария Леевна, Григорий Плешаков. События. В Новый год без долгов. Компания «Самарские коммунальные системы» начала традиционную предновогоднюю акцию. Поощряют добросовестных абонентов призами. Как получить подарок к Новому году, расскажет Лариса Шалафаст. У нас проходят акции «Новый год без старых долгов». Вот здесь вся информация. Спасибо большое. На корпусе поучаствуйте. Хорошо, спасибо. Дед Мороз со Снегурочкой приглашают самарцев за подарками. 7 декабря в городе проходит поощрительная акция компании «СКС» в Новый год без старых долгов. Каждому, кто исправно оплачивает счета за воду и внес аванс на месяц вперед, в качестве поощрения сладкий подарок. Новый год Макар Кудинов традиционно встречает без долгов, в том числе и коммунальных. Уже несколько лет он принимает участие в поощрительной акции. Я не допускаю задолженности по коммунальным платежам вовремя оплачиваю. Нужно не допускать задолженности, чтобы все люди получали заработную плату и в Новый год могли подарить своим детям, родителям подарки. Чтобы получить гарантированный сладкий приз, достаточно прийти с оригиналом оплаченной квитанции за ноябрь и декабрь в любой центр обслуживания клиентов самарских коммунальных систем. Здесь сделали все для того, чтобы посещение центров обслуживания было безопасным. Сотрудники в масках соблюдается социальная дистанция. Те, кто из дома выходить не хочет, может вместо сладкого подарка оставить заявку на сайте компании и получить 100 рублей на лицевой счет. В этом году за 6 дней у нас уже более 2,5 тысячи участников. Мы ждем всех наших абонентов на участие во втором этапе. Второй этап предполагает розыгрыш ценных сертификатов, бытовой техники, а также наших абонентов ждут призы от наших партнеров. К участию приглашают также управляющие компании ТСЖ и ЖСК. Условия для них те же – оплата всех счетов заводу и авансовый платеж за декабрь. Акция «В Новый год без старых долгов» будет проходить до 25 декабря. В прошлом году в ней приняли участие более 6 тысяч человек. В этот раз организаторы ожидают порядка 7-8 тысяч и гарантируют – подарков хватит на всех. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Золотую шайбу разыграли в промышленном районе Самары. Чтобы попасть на соревнования, будущие чемпионы упорно тренировались на уличных хоккейных площадках. В районе их оборудовали почти 30 штук. Команд, которые захотели сразиться за кубки и медали, набралось 7. Кто будет представлять район на городских соревнованиях, выяснил Сергей Кизоркин. Артем Смоленков вместе со своей командой «Союз» сражается за путевку на городские соревнования. Каждая игра с соседями по району проходит очень напряженно. На площадке нужно думать, как в шахматах, и молниеносно принимать решения. В разных ситуациях по-разному. Конечно, когда выходишь один на один с вратарем, сразу в голове появляются мысли, как разобраться в этой ситуации. А так, ну конечно, всегда нам поле нужно, чтобы играть с головой, чтобы тебя никак-то не прижали, не сломали и все в этом роде. Золотую шебу в промышленном районе разыграли в пятый раз. Турнир проходит в двух возрастных категориях. За медали сражались 7 команд. В старшей группе хоккеистов победу одержала команда «Союз». В средней группе золотые медали получили мальчишки технического лицея. Сильнейшая команда прошлого года приняла участие во всероссийских соревнованиях. Мы надеемся, что «Союз» будет участвовать во всероссийских соревнованиях обязательно. Команда довольно сильная. Считаю, что у нее есть все шансы поучаствовать в федеральных соревнованиях. Впереди у чемпионов районного масштаба городской турнир «Золотая шайба». Он пройдет в январе. Затем в феврале финалисты встретятся со сверстниками из других районов региона на областных соревнованиях. А уже в марте и апреле лучшие команды разыграют «Золотую шайбу» на всероссийском турнире. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на наши официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин